Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемая психофизиологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Сейчас мы с вами находимся в интернете на странице Википедии, свободной энциклопедии интернет, а в частности на ее странице посвященной атомной станции Акуью. Эта атомная станция находится в Турции, на ее южном побережье, и соответственно она строится благодаря во многом, значит, понятный инициатор это Турция, а строится она русскими специалистами. Участвует много-много предприятий, то есть можно зайти и почитать, просто набрав АЭС Акуью, посмотреть кто участвует, генеральные подрядчики с российской стороны. И Атомстройэкспорт, дочернее предприятие Росатома, технический заказчик концерна Росэнергоатом, Курчатовский институт участвует во всем этом и так далее. В общем, очень интересная информация. Строят наши специалисты атомную станцию в Турции. Все это согласовано между Эрдоганом и Владимиром Владимировичем Путиным на самом высоком уровне. Строят. Должны запустить они ее в 2023 году, если я не ошибаюсь. То есть подготовить, построить и запустить в 2023 году. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что на атомной станции Акуью предполагается создание лаборатории психологического обеспечения. В Российской Федерации, по моим данным, существует аттестованное официально 32 лаборатории психологического обеспечения. И как это требуется МАГАТЭ, Международной Организации Контроля за Атомной Энергией. Предполагается, что и на атомной станции в Турции тоже будет контроль человеческого фактора. То есть будет создана лаборатория ЛПФО психологического обеспечения. И там, по всей видимости, будут работать как русские специалисты, так и турецкие в дальнейшем специалисты. Ну, прежде всего, наверное, русские специалисты, то есть туда приедут психологи, психофизиологи и так далее. И будут, соответственно, проводить контроль человеческого фактора для тех специалистов, которые будут эту атомную станцию эксплуатировать. То есть непосредственно атомщиков будут контролировать. Проводить им входной контроль, предсменный контроль обязательно и периодический контроль, мониторинг так называемый разуга. Вот все ли в порядке в психическом смысле у работников, эксплуатирующих, связанных непосредственно с атомной станцией, с источниками ионизирующих излучения. В рамках этого проекта, соответственно, вопрос такой, будут наши специалисты там работать, будут обследовать наших же русских специалистов, чем они это будут делать. Возник вопрос. Понятно, что есть опыт. Я лично более 21 года занимаюсь вопросами ядерной психофизиологии, промышленной ядерной психофизиологии, безопасностью человеческого фактора. С 2000 года я этим занимаюсь и, соответственно, обратились к нам с вопросом, а можете ли вы поставить какое-то программное обеспечение, которое позволит нашим отечественным специалистам на территории Турции проводить такие обследования. Ответ мой был, конечно, да. Мы знаем, я лично знаю, мои коллеги и сотрудники знают всю подоплеку от А до Я. Это все, что касается функционирования во всех смыслах лабораторий психофизиологического обеспечения. И в организационном смысле, и в техническом смысле, и в методическом смысле, и в методологическом, и в программном смысле. Мы все эти вопросы знаем более 20 лет этим занимаемся. В связи с этим к нам обратились с просьбой сформировать какой-то пакет документов, соответственно, программное обеспечение подготовить, чтобы наши специалисты отечественные могли туда поехать и этим программным обеспечением там, соответственно, пользоваться. То есть создать нам необходимо некую лабораторию под ключ. То есть включили компьютеры, начали обследование, проводим обследование, и мы этому можем помочь. В итоге всего этого появился лицензионный договор, в котором прописаны все необходимые программные обеспечения, которые мы можем поставить на атомную станцию Акуя для наших отечественных специалистов. Тут и АСЛПФО, полная система психологического обеспечения, вот здесь вот так вот выделено, да, и предсменный контроль, контроль-допуск с его вспомогательной программой, интерпретатор психологический, и автоматизированное заключение спектр. То есть мы можем поставить на эту атомную станцию всю необходимую программную продукцию, в которой вот сел специалист и начал работать с своим контингентом специалистами, это атомная станция Акуя. Ну, это понятно все, вроде все ясно и понятно. Так что же мы поставляем, что мы можем поставить еще более подробно? Это приложение номер 2, приложение номер 1 это спецификация, то есть то, что требуется заказчику Акуе. И мы, соответственно, сформировали приложение номер 2, подготовив все необходимые программные средства для того, чтобы специалисты, получив их, могли спокойно работать. Фактически, программное обеспечение нашей лаборатории представляет из себя 5 флешек или 3 рабочих места специалиста. Кроме того, они могут быть расширены в виде рабочих мест, непосредственно испытуемых. Обратите внимание, приложение номер 2 к лицензионному договору такому. Итак, первое, что мы поставляем, это первая флешка, это автоматизированный программный комплекс предсменный контроль. Этот комплекс позволяет оценить психологическое состояние человека перед выходом его на рабочую смену, непосредственно на блочный щит управления или куда-то в подразделение этой самой атомной станции Акуе. Оболочка, контроль допуск, предсменный контроль. Далее, что мы второе поставляем, это флешка номер 2, это автоматизированное заключение спектр. Это программное средство позволяет быстро и эффективно создать заключение по каждому человеку, конкретно буквально за 5 минут сформировать заключение. Годен, негоден, ограничены, годен, полностью годен или еще каким-то образом. Соответственно, мы не только можем диагностировать кого-то, мы еще позволяет наше программное обеспечение составить по нему какой-то отчет в виде отчета. Годен, ограничены, годен, негоден, понять. Третья флешка, это автоматизированная лаборатория, автоматизированная система АС ЛПФО, которая состоит опять же из трех подфлешек. Это первая, вторая, третья флешка. И соответственно, каждый из этих флешек для АС АКУЮ будет содержать следующие автоматизированные методики. Обратите внимание, это таблицы Шульте. Это простая зрительно-моторная реакция. Это сложная зрительно-моторная реакция. Это реакция на движущийся объект РДО. Это краткий отборочный тест. Это прогрессивная матрица Равена. Это Миннесотский многоаспектный личностный опросник ММПИ. Это самооценка по дамбору Бинштейна. Замечательная работающая методика. Это методика уровень нервно-психической устойчивости. Это уровень невротизации и психопатизации. Это 16-факторный личностный опросник Котелла. Это методика Спилдбергера-Ханина. Уровень личностной реактивной тревожности. Это методика УСК. Уровень субъективного контроля. Отлично работающая методика. Это методика поведения в конфликтной ситуации. Мы поставляем это все на флеш-носителях. Мы можем это поставить отдельно как на компьютеры, так и отдельно на флеш-носителях. Соответственно, я еще раз повторюсь, что это программное обеспечение в любой момент может быть расширено. То есть, непосредственно при приобретении дополнительных каких-то ключей регистрации по той или иной методике, одним словом, можно создать целый компьютерный класс, а то и не один компьютерный класс, по проведению психологических обследований от А до Я для работников любого предприятия. Будь то для АЭСа КУЮ, будь то для какого-то другого промышленного предприятия. Полный набор, спектр. Кроме того, нами предлагается еще раз классических, так называемых, качественных, количественных методик. Помимо вот этих автоматизированных методик, мы можем поставить и какие-то бланковые методики. Это вот то, что мы предлагаем для поставки. Это непосредственно приложение, я еще раз повторюсь, приложение к договору на поставку на атомную станцию АКУЮ в Турцию. На этом все. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам.